Шлем будет состоять из двух половинок и нижней части. Ну и забрало, понятное дело. Вы уже видели, как я делаю шлемы на вот этом прессе. Но что делать, если пресса нет? Делать руками. И сейчас я покажу, как я делаю такие шлемы руками без пресса, с помощью нагрева. Без нагрева это будет, конечно, тяжелее. Еще бывает так, что мастер не готов к тяжелому молотку. Потому что если дать неподготовленному человеку кувалду в 4 кг на одну руку, он быстро устанет. Поэтому одним из выходов является использовать более легкий молоток. Для меня они считаются такими средними. Тут примерно 2 кг. Раньше я думал, что нужно работать только такими тяжелыми кувалдами. Потому что вроде она тяжелая, быстрее работаешь. Это применимо к тому человеку, который уже давно кует. А если нужно ковать вот с нуля буквально, Лучше взять какой-то такой сиренний молоток и работать только на горячо. Иногда я позволяю себе сделать шлем даже на холодном. Да, это дается немножко тяжелее, зато вроде как немного экономится газ. Но экономия, конечно, минимальная. Когда я так делаю, это сравнимо со спортивным интересом, чем с самим изготовлением. В общем, если у вас рука еще не набита, Рекомендую начинать вот с такого молотка. Ну и будем начинать. Рекомендую начинать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Левая половина готова. И здесь ушло примерно 25 минут работы. На самом деле это не так много. С тем же прессом быстрее было бы, ну, может на 5 минут. Может быть на 10 минут. Пресс все равно не дает и не делает всю форму идеально до мелочей. Необходимые изгибы и мелкие нюансы приходится дорабатывать, ну, руками. И тут уже вступает в силу только мастерство самого человека, который делает. Я бы не сказал, что я сильно устал, то есть я не захекался даже, не особо вспотел. Если бы я работал более тяжелым молотком, я бы чувствовал себя немного более уставшим. Но тяжелым молотком я могу выбить за 4-5 нагребов такую половинку. Здесь же нагребов 9, наверное, или 10. В общем, это можно сделать вот такой средней кувалдочкой, не сильно утруждая свои мышцы, не сильно перегружая суставы, так как с непривычки можно их повредить и травмировать. Если хочется сделать доспех и научиться делать, то главное просто начинать и делать. И следить за тем, чтобы не надорвать себя. Ну что, нужно сделать вторую половинку. Вторая половинка выкована. Здесь почти правильная геометрическая форма, но присутствует проблема с краем, который должен идеально состыковываться со второй половиной. Это часто бывает и лечится просто ровным срезанием. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы выкройки были подогнаны настолько идеально, что при отковке вы получаете ровный срез. Тогда вам не нужно тратить дополнительные минут 10-15 на подрезку и вылавливание идеальной формы. Лишнее я обрезал и теперь половинки сходятся очень неплохо. Конечно, не идеально, но сейчас это не главное. На данном этапе нужно рихтовать. И в этом мне помогает приспособа из отбойного молотка, которая рихтует вместо меня и делает это еще и намного быстрее. Предварительно на сварку готово. Здесь остались некоторые моменты, несимметричные, несимметричные зоны. Я их сейчас не убираю, потому что в данном случае проще будет это сделать после предварительного сваривания. Кроме этого, я еще не рихтовал зону возле кончика. Это будет проще сделать тоже после сваривания. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА